Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. Сегодня поговорим о такой непростой теме, как миграция. Много в последнее время новостей, не самых приятных по этой теме. Например, Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, заявил, что более чем в полтора раза увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами, только за первый полугодие этого года. Мэр Екатеринбурга написал в Телеграме, что в школах его города очень много таких прецедентов, когда велик процент учеников, не знающих русский язык. Соответственно, а как они будут постигать? Глава Рособорнадзора сказал, что семь мигрантов, если планируют к нам переехать, должны выучить сначала русский язык, в том числе ради своих детей, которые, опять-таки, вроде как должны учиться в школе и понимать учителя. Как решать вообще эту проблему, проблему адаптации, проблему изучения русского языка, об этом мы сегодня поговорим с гостем эфира. Это Елена Машетова, член Совета по реализации стратегии государственной национальной политики на территории Тверской области. Елена, добрый день. Здравствуйте. Елена, ну вы согласны, что вот проблема русского языка, знание русского языка мигрантами плохо решается? Да, она решается не то, чтобы плохо. Плохо это мягко сказано, она решается отвратительно. И я бы даже сказала, что она в принципе не решается. В рамках того законодательства, которое сейчас существует, это, конечно, попахивает профанацией. И научное сообщество в лице институтов, оно пробовало решить эту проблему, но, однако, наверное, многим известен этот факт, а кому неизвестен, я сейчас скажу. В 2021 году для большого количества мигрантов отменили сдачу экзаменов в устной части. И таким образом мигранты, которые сюда приезжают для трудовой деятельности, сдают экзамен только в качестве теста. А что это значит? А это значит, что мигрант может заучить несколько вопросов как стих, и абсолютно не владея русским языком от слова совсем, прийти и сдать этот тест. И в рамках действующего законодательства любой тестовый центр, находящийся на базе института, либо еще какой-то другой организации, который задает ему дополнительные вопросы, по сути превышает свои полномочия. Почему сделали это изменение? Ну, я не знаю. Для меня это считается нонсенсом. То есть раньше, когда принимались экзамены, хоть как-то, как бы, в общем-то, говорение у них присутствовало, то сейчас этого не требуется. То есть, как минимум, законодательство по этому поводу нужно изменять. Скажите, а к вопросу об учениках, которые приехали из Средней Азии, не знают русский язык, ну и родители, которые, как вы говорите, для галочки пройдут какие-то курсы, если пройдут, и все. Я говорю, а чем они руководствуются? Они же должны понимать, что они приехали добровольно в эту страну, и не на месяц. Я понимаю, когда на месяц. Зачем мне этот язык, я скоро отсюда уеду. Но они зачастую хотят гражданство получить, то есть они хотят здесь остаться. И, наверное, я заинтересован, чтобы дети получили, например, хорошее образование, ну хотя бы среднее, хотя бы. А потом, может быть, и в ВОЗ поступить. Они чем-то должны думать, что ребенок должен выучить русский язык. Ну, для меня это, честно говоря, тоже удивительно, да, потому что любой родитель, мне кажется, как минимум будет исходить из того, что ребенку самому будет психологически некомфортно существовать в такой среде. Я думаю, про материальную выгоду, чтобы он получил потом образование хорошее и хорошо зарабатывал. Ну, да, ну, тем не менее. Хотя бы. Тем не менее, все равно ребенок будет закомплексован, ребенок будет агрессировать, потому что он не может адаптироваться. И почему родители на эту тему так, как бы, к этому относятся, не знаю, одному Богу известно. Может быть, потому что считают, что в скором времени ему вообще это не понадобится, потому что здесь будут, как бы, в общем-то, условия существования, которые будут диктовать они, а не мы. Может быть, так? Ну, все равно, тем не менее, ну, хорошо, какая разница, образование-то время-то уйдет, а ребенок так и останется без нормального среднего образования. Я уж молчу, там без высшего. Вы знаете, вот по моей практике многие дети, они прекрасно, как бы, адаптируются, и у них есть желание. То есть я бы не сказала, что они какие-то там особенные в части того, что они не в состоянии, там, постичь материал. То есть если у ребенка, у самого, вот, существует какой-то вектор для того, чтобы в среде своих сверстников, значит, ну, каким-то, по крайней мере, стать каким-то, как бы, в общем-то, представителем, да, вот, то, в принципе, с этим проблем не существует. Но основная масса, особенно, кстати, это девочек касается, у них мотивации меньше гораздо. Ну, вы знаете, я все-таки со своей стороны скажу, что я, как человек, живущий в городе, перемещающийся по улицам, площадям пешком или на общественном транспорте, гуляющий с своим сыном, допустим, во дворе, я могу сказать, что я, вот, вроде бы, не наблюдаю каких-то, что, вот, гуляют на улице, тут группка детей и мигрантов, тут русские. Я, как раз, много вижу, что идет, вот, компания, она смешанная, девочки в том числе, и одеты абсолютно по-европейски, и, замечательно, говорящий по-русски, они все общаются вместе, и, то есть, я вот такого не вижу, по крайней мере, пока. Может быть, я не там гуляю, конечно, но нет, обычные улицы, обычные площади, то есть, мне кажется, наше общество, по крайней мере, если детей брать, оно как-то их ассимилирует, то есть, они вписываются в нашу культурную среду. Ну, я согласна с вами, что дети, они, конечно, быстрее приспосабливаются, адаптируются, да, и, наверное, мы видим все-таки тех детей, которые, вот, уже интегрировались, да, и которые имеют русских друзей, общаются, как бы, с ними, да, и вот именно это мы и наблюдаем. Но есть и другие, есть, которые не адаптированы, скорее всего, там, где вы ходите, в общем-то, вы их просто-напросто не видите. Скажите, а какую работу, на ваш взгляд, проводит диаспора? Ведь, по идее, они должны быть заинтересованы, в конце концов, чуть что, шишки на них же сыпятся, а вот, а вы, а то, а сё. Ведь, по идее, они должны какие-то организовать курсы, в конце концов, проводить элементарно разъяснительные беседы с родителями, уважаемые родители, вы приехали в Россию, надо адаптироваться, если вы, конечно, приехали сюда не на два месяца. Ну, слушайте, насколько вот мой опыт общения с диаспорами, он говорит о том, что такое желание, да, и, собственно говоря, и возможности, ну, возможности имеются в виду связанные, вытекающие желания, они, конечно же, есть, но инструментария, в принципе, нету как таковой. Потому что для того, чтобы проводить более-менее комплексную вот эту вот работу по адаптации тех же детей, да, нужно самим обладать определенными компетенциями. Но, как вы понимаете, как бы, в общем-то, в диаспоре, все-таки, несмотря на то, что там лидеры мнения, да, конечно, они могут поработать с молодежью в каких-то определенных направлениях, но для того, чтобы там учить их русскому языку, учить их там межкультурным коммуникациям, каким-то историей, там, скажем, религии, ну, для этого нужен, ну, минимальный какой-то набор компетенций. Поэтому я лично считаю, что те лидеры диаспор, которых диаспора выдвигает вот в качестве того, чтобы они потенциально занимались такой деятельностью, должны пройти определенное обучение. Почему не проходят? Ну, возможно, перед ними никто не ставит такую задачу. А, не сами понимаете, что, опять-таки, как я сказал, это в их интересах, потому что, если что, в их адрес будут упреки, куда вы смотрите, почему не проводите работу среди соплеменников? Сложный вопрос. Наверное, значит, проблема есть. Кстати, образовательные курсы по этому поводу есть. Вот видите, уже все разработано. Не составляет, как бы, труда их пройти. Возможно, возникает вопрос в качестве, значит, оплаты. Ну, скорее всего, наверное, он так и возникнет. Кто за это должен, в общем-то, платить? Ну, наверное, да. Ну, в общем, пока желание, как такового, мы не наблюдаем. Ну, согласитесь, не самого богатого нашего бюджета, которого на педагога, в принципе, не хватает и на школы. Согласна. Не оттуда же должны идти деньги. Когда у нас много не отремонтированных школ, когда далеко не все учителя получают достойную оплату. Наверное, вряд ли стоит из этого фонда передавать деньги на обучение, на какие-то курсы языка или вот как раз культурные курсы, чтобы люди вписывались в наше общество. Поэтому я считаю, да, сами пусть. Либо пусть, соответственно, те, кто приехали, оплачивают. Это, в принципе, нормальное дело. Ну, представьте, если ты приехал, условно говоря, эмигрировал во Францию, ты не знаешь языка, но мне кажется, логично, что человек сам, этот эмигрант, за свой счет пойдет к французскому репетитору и будет ходить и учить. Да, мировая практика, она именно идет, ну, как правило, именно, в общем-то, по такому пути. И человек, который решает переехать в ту или иную страну, вот, естественно, он сам должен быть прежде всего заинтересован. Есть какие-то, наверное, программы, которые софинансируются государством, ну, какой-то минимум, да, в некоторых, по крайней мере, странах. Но в основе своей, конечно, это должно ложиться финансовым временем конкретно на человека. А у нас заканчивается время эфира, на ваш взгляд, когда же будет развиваться ситуация? Вы знаете, я думаю, что переломный момент, он, наверное, наступит, и просто деваться некуда. В любом случае нужно будет решать как-то более-менее это радикально. Наверное, нужно будет создавать какие-то центры, наверное, нужно будет очень жестко контролировать суда не только въезд, но и выезд. Ну, вот, у нас не проходят все-таки ситуации с тем, чтобы ввести визы. К сожалению, не проходят, хотя я считаю, что, по крайней мере, на определенный период времени это, наверное, надо было бы сделать целесообразно. Вот, но, по крайней мере, сейчас очень много разрабатывается законопроектов, предложений, да, которые так или иначе касаются суда минимизации и контроля въезда. И въезда уже непосредственно того контингента, который вот непосредственно пригодится нашей экономике. Ну, если мы говорим про трудовую миграцию. С полностью с вами согласен, тем более есть статистика, согласно которой лишь пятая часть мигрантов действительно работает на стройках. Когда нам аргументируют, нам нужны люди на стройке. Только пятая часть. Остальные непонятно, чем занимаются. Ну, или понятно, но я думаю, вряд ли их запускали в нашу страну, чтобы они здесь шаверму делали. Мы как-то ее сами можем сделать. Спасибо большое, уважаемая Елена. И была программа «Тема дня». Комментарий. До новых встреч.